здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить вашему вниманию изготовить стример который тоже практически изготавливается из отходов очень удобен в производстве и очень уловист не только окунь красноперка но и щука иногда срезает подчистую стример поэтому с поводками очень аккуратно я под себя подготавливаю крючок сделаю грузку в районе середины цевья промажем еще телу придадим небольшую конусность здесь закончим в районе загиба будем крепить глазки глазки изготовил взял парочку стеклянных бусинок и на леске их закрепил глазки изготовил взял парочку стеклянных бусинок и на нем в стеклянных бусинок, джурь и груз, и салимы надежно добавляем к тюрьме Можно использовать гантельки латунные, которые в изобилии продаются в магазине. Можно использовать огрузку и два шарика, взять с цепочки, как вам будет удобно. Это не принципиально. Пока глазки клеятся, переводим нить к загибу. Здесь будем крепить первый элемент. В качестве хвостика желательно использовать очень подвижный мех. Длина и величина хвостика не должны быть очень большими. Так как стример мы будем использовать на определенных глубинах и при определенной проводке. Поэтому я возьму пучочек меха-писца, который имеет хорошую подвижность. Где-то приблизительно по толщине пол карандашика. Вот такой пучочек. Длина его должна быть полторы-две длины всего тела. Поэтому сильно не увлекайтесь, потому что бывает много холостых поклевочек. Окунь цепляется за хвост, а до жала не доходит. Ну, щука-то, конечно, съедает все сразу. И теперь, пока мы не крепили другие элементы, я беру, собираю вот так вот все в пучок. И наношу фломастером спиртовым. Разукрашиваю его черными полосочками с равным шагом. Конечно, долго такая раскраска не служит, но зачастую хватает для того, чтобы окончательно убился стример. Оставляем так. Добавляем теперь парочку блестящего голографического люрекса. Я беру плоский вот такого оттеночка. Больше как с краснинкой. Вы можете использовать вплоть до елочной мишуры. Закрепляя с одной и с другой стороны. С одной и с другой стороны закрепили. И теперь перекидываем на другую сторону и крепим окончательно. Остатки отрезали. У загиба я закрепил перышко гризли и кусочек лески для сегментации тела. Само тело, прежде чем мы будем наматывать перо, я изготавливаю из остатков даббинга белого цвета. Тело стараемся делать не рыхлым, но и в то же время не сильно похожим на веревку. Поэтому определенная объемность должна быть. И здесь же я добавляю вот такого даббинга для придания еще привлекательности моему стримеру. Продолжение следует... Продолжение следует... Тело проматываем до глазок и возле глазок останавливаемся. Теперь с вами берем и обматываем очень-очень плотно пером все тело. Чем-то мушка напоминает вули багера, которая довольно-таки уловисто практически в любой ситуации. во всех рыбалках, в каких только я был, очень выручает эта мушка. Возле хвостика, возле загиба я делаю полный оборот. И после этого с равным шагом я двигаюсь к жалу. Дохожу до крепления глазок, разворачиваю перышко и делаю также здесь парочку полных оборотов. Вот так, чтобы у вас вышло. Если не выйдет, ничего страшного. И здесь же я креплю перо. Остатки удаляем. Для завершения моего стримера мне необходимо немножечко укропнить и сделать более привлекательной голову стримера. Поэтому сейчас мы обмотаем и леской раздвигая бородки укрепим наше тело. Поэтому я для изготовления самой головы буду использовать даббинг уже синтетический, который достаточно хорошо блестит. Увели колечко-леску. Здесь ее закрепили. Остатки отрезали. Можно использовать проволоку. Любой материал, какой у вас будет под руками. Добавим немножко клея, чтобы наша леска не убежала. Повторю еще раз. Очень уловистая приманка по окуню. Но и в то же время щука не пропускает. Поэтому, если есть возможность сразу установить поводок соответствующий, лучше поставьте сразу. Игра от этого не меняется. Довольно-таки хорошая приманка. И теперь я беру немножечко оранжевого цвета для того, чтобы изготовить окончательно голову своего стримера. Диаболы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Достаточно переводим нить в район колечка. Немножко подкрашу нить, чтобы не переставлять из-за пару витков. Нанесу клея немножко и сделаю завершающий узел. Как вы видите, изготовление стримера не занимает много времени. И материалы сами по себе не такие уж и необычные. По возможности можете пробовать изменить на другой материал, как вы захотите. Но хвостик желательно, чтобы играл. Для этого необходимо, чтобы был мягписца более мягкий, более подвижный. Лучше, конечно, использовать для этих целей. Это шерсть альпаки, ангоры. Любую другую шерсть, которая имеет длинное волокно. Вот мы и закончили изготавливать наш стример. Как вы видите, ничего здесь сложного нет. Благодарю за внимание. До скорых встреч.